И дальше мы становимся перед альтернативой некой, или даже, я не знаю, перед глухой стеной. Ну, как, если я не могу управлять собственными чувствами, как мне управлять ими? И оказывается, есть хитрость. Есть хитрость, потому что наши все эмоции, они состоят из нескольких компонентов, и они в нас постепенно формируются, складываясь, как один пазл к другому, и потом выливаются в разные чувства. Хоть любовь, которая тоже из чего-то сложилась в вас и как-то в вас поднялась, но так и тревога. Тоже же разные кубики складываются, начинают вас принуждать тревожиться. И у этих кубиков есть разные компоненты, есть телесные непосредственно компоненты, потому что каждая эмоция имеет телесный компонент. То, как ведет себя тело, как ведет себя дыхание, как ведет себя внимание и так далее. Поэтому очень важно, какие группы мышц у вас на самом деле начинают превращаться в такие мышечные блоки. Это, знаете, как принцесса нагороженая. Часто вы это знаете с нарушениями сна. Вы ложитесь в кровать, находясь в тревоге, и не крутитесь, вертись, не можете уснуть и так далее. Кто-то подложил вам горошину? Нет. На самом деле ваши мышцы напряженные от стресса и являются те сами огромными камнями, на которых вы лежите. Кстати, принцесса в сказке, как Христиана Андерсона, так и сказала, хорошо ли тебе спалось? Она сказала, у меня было ощущение, что я спала как на камнях. Спала на собственных напряженных мышцах. Мышечный компонент чрезвычайно важный. Изменяется характер дыхания, характер восприятия и так далее. Это один большой комплекс. Целых три занятия на курсе. Мы последовательно изучаем эту механику. Это очень важная вещь. Если вы не имеете в руках арсенала, который позволяет вам свои эмоциональные состояния брать за руки, так сказать, этими очень эффективными техниками мышечной релаксации, правильного дыхания, переключения внимания и так далее. Как бы вы себя не убеждали, это не будет работать. Но есть и вторая часть. Кроме этих телесных, физиологических, биологических, эволюционно нам доставшихся механизмов, есть еще механизмы, связанные с нашей когнитивной деятельностью. Потому что все наши эмоции, все наши чувства, переживания сопровождаются интеллектуальной деятельностью. И они друг друга потенцируют. Как только вы начинаете напрягаться, ваши мысли становятся тревожнее. Но как у вас кто-то, что-то вам сказал тревожащую какую-то мысль, информацию, у вас начинает происходить напряжение. Они работают, как схватили горячие с плиты какой-то пирог и начинают его из руки в руку перескакивать. И вот набор этих тревожных мыслей, он тоже на самом деле достаточно жестко структурирован. Потому что нам кажется, что мы мыслим как невероятно оригинальные. На самом деле, наши мысли, это наши мысли, которые связывают прошлое, настоящее и будущее. Это очень важный аспект мыслей. Когда вы говорите, не, я к нему не пойду, потому что он опять будет дурака валять. Прошлое и будущее связываются. Это одна линейка. Вторая линейка связана с нашими желаниями. Потому что, кого послушаете, другого человека, если вы услушиваетесь, то вы увидите, насколько на самом деле он всего говорит. Студент сдал экзамен, говорит, преподавательница была просто чудовищная, что она вообще гоняла меня, спрашивала. О чем он говорит? Он говорит о том, что по его впечатлению, ему пятерку должны были поставить просто так. И он ожидал от нее другого поведения. Это вот наши ожидания, некие требования, которые мы предъявляем к окружающему миру. И они так завуалированы, часто бывают в наших мыслях, что мы даже не очень понимаем, чего на самом деле хотели. Но обязательно очень много наших мыслей от желания справедливости, честности, доверия. Я хочу тебе доверять, ты понимаешь это. Это что такое? Это, как вы говорите, вы проявляете ожидание на человека, а он вам не дает этого. И у вас фрустрирует ваша потребность, ваше желание ощущать себя в честь и доверие. И третья часть мысли, это связано с так называемыми объяснениями, нашими попытками. Когда что-то произошло, наш мозг очень не любит неопределенности. И даже если случилась какая-то, даже мы ошибку, если какую-то допустили или еще, что-то наш мозг всегда ищет, возможность как-то все объяснить, оправдать. Мы других оправдываем, себя оправдываем, вообще все оправдываем и так далее. И это парализует. То есть мы хотим, что бы ни случилось, как-то приобрести статус-кво, как-то устаканиться и внутренне стабилизироваться. Придумываем кучу объяснений, а в действительности они оказываются тем препятствием, которое не позволяет нам двигаться дальше. И это большая половина этих наших курсов шаг за шагом как раз посвящен тому, что мы вот с этим разбираемся. Мы разбираемся с тем, и мы учимся, и мы делаем соответствующие упражнения. То, что эти упражнения позволяют вам как бы не просто рационально пытаться себя привести в чувство, они дают вам инструментарий, на который вы можете опираться, приводя себя в чувство. Вот. Ну и самое главное, может быть, когда вы получаете инструмент, который помогает вам чувствовать себя хорошо, справляться с тревогой, справляться с депрессией, справляться с всякими разными иррациональными мыслями, которые вас травмируют и так далее. Это все замечательно. Вы понимаете, в чем проблема. У вас есть инструментарий, но дальше очень важно понять, для чего вы это делаете. Для чего вы заботитесь о собственном Душе на Душе. Я, знаете, вот я в начале начал говорить, что такое важное, что так важно, потому что качество жизни определяется тем, как мы себя чувствуем. Но насколько вы сами отдаёте себе в этом отчётку? Насколько вы сами эта мысль, на самом деле, насколько она определяет ваше поведение? Знаете, вот есть такой пример приведу. Есть люди, которые всю жизнь хотят вести здоровый образ жизни, не переедать, заниматься спортом, и так далее. И для них это всю жизнь превращается в муку, потому что это постоянные диеты, это насилование себя, значит, пойти в спортзал, не пойти в спортзал, заниматься, не заниматься, и так далее. И есть люди, которые получают невероятное удовольствие. Я думаю, вы таких тоже, знаете, которые получают удовольствие от спортивных занятий, от того, что они как-то правильно ведут свой образ жизни и так далее. Вроде бы одно и то же деятельность, но одних почему-то от этого прет, а для других это просто вечная каторга и мука. На самом деле, это вопрос перестройки, то, что мы называем майндсет. Надо перестроить само свое отношение к тому, что происходит в вашей жизни. И если вы сможете это сделать, тогда и знание причин, и знание инструментов становится для вас тем ресурсом, который позволяет радикально изменить положение вещей. Я много написал книжек всех терапевтических в свое время, сейчас они активно переиздаются. Книгу «Счастлив по собственному желанию» я написал почти 25 лет назад. Много других по самым разным направлениям, про депрессию, про страхи, про сосудистую дистонию, про панические атаки, про неврозы разные, про разводы, я не знаю, там, черт в ступе, про что я только не написал книги. И каждая из этих книг это конкретное объяснение феномена. Но мне часто я слушаю, мне говорят, вообще читаю вашу книгу «Счастлив по собственному желанию» и прямо становится хорошо. Но, говорит, откладываю и становится нехорошо. Ну, через какое-то время, я надеюсь. Почему это происходит? Потому что наличие знаний это очень важная вещь. Без знаний мы слепые котята. в этом мире. Но, кроме знаний, нужна практика, нужен опыт, нужны конкретные инструменты. И вот почему я решился на создание именно онлайн-курса по вот этим вот техникам, по этому пониманию, по этой работе с самим собой, потому что это позволяет быть эффективным таким инструментом, где вы не один на один с книжкой сидите и прочитали про упражнения, перелистнули, сказали, ну, как-нибудь другой раз делаем. Нет. Здесь, во-первых, все очень понятно, все очень структурировано, все очень, как бы сказать, точечно. И после этого даются упражнения. И вы получаете постоянную поддержку. И постоянную поддержку получаете от модераторов, которые отвечают на вопросы, если у вас что-то не получается. Вы постоянно присутствуете на трансляциях, которые проводят замечательные врачи из моей клиники. Я сам провожу трансляции, я провожу специальный курс лекции, который вы в течение всего года получаете, если проходите курс, где я рассказываю про разные такие наши сложные душевные состояния, такой комплекс таких наших больших определяющих чувств. То есть вы получаете и эту поддержку, вы оказываетесь в графике, потому что занятия вам очень же сложно себя все время заставить. Вы бы ходили в школу, если бы там не было бы расписания. Сомневаюсь. И в институт бы, наверное, не очень ходили бы. Нам нужно, чтобы нас извне кто-то организовывал, особенно если нам надо не просто что-то понять, а когда нам нужно меняться. Нам нужно меняться, потому что то состояние, в котором оказывается человек, воспитанный нашим обществом, живущий в нашей культуре, получающий весь этот спектр стрессов, который каждый из нас просто получает, травмирующих ситуаций, разочарования и так далее. Если мы в какой-то момент не говорим, все это надо начать менять и начать это строить по-другому, жить по-другому, это все будет как бы никуда не годится. Поэтому я говорил про четвертую часть нашего курса, она как раз посвящена изменению этого майнсета, обретению этих внутренней такой основы для того, чтобы все знания и опыт, которые вы получили во время занятий, стали для вас частью вашей жизни, практикой вашей жизни.